Помните смуту? Забудьте как дурной сон, ведь появилась действительно годная игра в древнерусском сеттинге. Древние русы. Ключевым отличием от смуты стало то, что древние русы у меня запустились. Игра уже превзошла многомиллионный проект. А ведь древних русов разрабатывает инди-студия, где работают всего 4 человека, а большую часть работы делает вовсе один бедолага. Ну, казалось бы, запустилось и уже все отлично, правда? Но нет! В игре действительно есть игра! И не просто всратый рофельный проект на 2 часа, каким не видится русы против ящеров, а полноценная ролевая игра. С квестами, интересной боевой системой, разнообразными противниками и кучей механик. Но обо всем по порядку. Вначале мы пройдем непродолжительное обучение, которое не будет нас в трилярный раз учить, где находятся кнопки передвижения, а покажет, как действует местная боевка. Первый квест получен, и он не баян, а классика. Наведаться к местному старейшине. Он-то и расскажет нам, что это за место такое Северная Борея, и какие беды напали на местных жителей. И мертвые восстали, и басурмани напали, и ящеры взбеленились, и природа восстает против русов, и, конечно, комары. Наш добрый молодец приплыл сюда как раз за славой и подвигами, поэтому начинает вершить великое. Гонять свиней, вытаскивать повозки из грязи и сажать огурцы. Помог бабусе с огородом, спас мир. Первые встретившиеся мне противники заставили вспомнить о поросятах из Маджулы. С виду все просто, но все может закончиться слишком быстро. Но все в порядке, враг повержен, и можно продолжать лутоваться. Благо лута здесь много. Практически на каждом метре я находил разные предметы, растения, сундуки, и все это не давало моей поберущей душонке заскучать. Также я обнаружил запертый сундук, для открытия которого требуются отмычки и определенный уровень ловкости. Прокачивать характеристики нужно не только для того, чтобы таскать разные оружия и броню, но и для прохождения квестов. Например, вышеупомянутую телегу вытащить сразу не получится, а только прокачав силушку свою богатырскую. Статы, кстати, не получится прокачивать просто с левелапом, а нужно будет идти к местным тренерам и тренироваться за деньги. Кузнец поможет прокачать силу, а Неждан ловкость. Вы спросите, кто такой нахер Неждан? В душе не чаю. Но он, как и многие русы в этой игре, славится своей щедростью и добротой. Ведь у них в доме стоит, внимание, сундук с дарами для гостей. Прикиньте? Заходите вы кому-то в дом без приглашения, а там еще и золото с пряниками для вас лежит. Здорово, правда? Веселей всего это выглядит с бабусей, которая просто стоит перед пустым прилавком и жалуется на то, что ей нечем торговать, да и есть. Но у нее в сундуке для даров лежит куча овощей. Типичный русский человек, который последнюю рубаху отдаст. Помимо основных характеристик, в игре еще есть возможность прокачивать умения. Есть пассивные, по типу повышения регена здоровья, а есть активные. Для их прокачки деньги не нужны, но необходимы специальные камни, которые не так просто найти. Но если вы будете лазать по всем уголкам мира и выполнять второстепенные квесты, проблем не возникнет. А квесты здесь с отсылками к фольклору. Например, на рынке мы встречаем бедолагу по имени Грека. Грека жалуется на то, что шел он как-то через реку и решил в нее руку засунуть. Вы ни за что не поверите, что было дальше. В реке сидел Рак и колечко с пальца у Грека стащил. Грека поручает разрулить это дело нам. Идем к речке и встречаем Рака. Почему-то уже вареного. Рак соглашается отдать нам кольцо, но просит взамен помочь ему взобраться на гору. И если сделать это, на горе Рак начнет свистеть. Если не остановить его в этот момент, игра заканчивается секретной концовкой. Мол, от этого свиста произошло все, что могло и не могло произойти на свете. Вот в награду за этот квест мы и получим камешек для прокачки навыков. А прокачивать их необходимо, ведь враги здесь тяжелые. И я прям кайфанул и проностальгировал. Ведь мне действительно пришлось использовать все игровые возможности, чтобы победить противников. Первым испытанием стали комары. И плевать, что это даже не комары. Они отказывались умирать от моих рук и шотали меня на раз-два. Я пробовал разные тактики, и в итоге мне помог только быстрый кинжал, который люто стакал урон во время комбо. Злые грибы ваншотали меня своими ментальными способностями. Жирные волки отказывались умирать, и нужно было всегда быть на чеку во время продолжительного файта с ними. А в самом конце игры мне пришлось гриндить руду для создания нормального меча и доспехов, и зачаровывать свитки заклинаниями, чтобы победить чертей в аду и ящеров на болоте. Это было сложно, но здорово. Особенно, когда игра подкидывала небольшие подсказки, как валить того или иного противника. Например, вот бестиария о леших, где сказано, что леший, как и любое другое бревно, прекрасно горит. Отлично, ищем огненные чары. И броня действительно имеет значение. После ее создания я чувствовал себя плотным дуболомом, который может просто махать своей палкой и не придавать значения атакам противника. Противников в игре очень много, за это низкий поклон. Только мне начинал надоедать бить одну модельку противника, как ее тут же заменяли другой. Еще в игре есть карточная игра Кощуны. Нужно выкладывать карты с их помощью побеждать противника. Вот, например, разыграна карта Егоша. Ладно, у вас уже давно на языке вертится, я это озвучу. Какими играми вдохновлялся разработчик, видно невооруженным глазом. И даже так каждый может увидеть здесь что-то свое, в зависимости от пережитого игрового опыта. По поводу копирования механика из других игр, вы знаете, я отношусь к этому максимально лояльно. Но я не люблю людей, которые в любой вещи пытаются найти вторичность и плагиат. В этой игре есть меч, и в этой игре есть меч. Это плагиат. А каждый шутер мы будем винить за наличие пуль и огнестрельного оружия. Мне, в отличие от многих жопогоретелей, пофигу, откуда взята та или иная особенность в игре, если от ее добавления игра только будет выигрывать. Помните про термин «воруй как художник». А сделать сейчас игру в славянском сеттинге, не перекликнувшись с Ведьмаком, невозможно. Помимо выполнения квестов, в игре есть чем заняться. Можно построить дом, ходить на рыбалку, ухаживать за огородом, дубасить морды в кулачном бою, готовить на костре и просто исследовать мир на предмет секретиков. Правда, половины этих дел я так и не занялся. Примерно когда я решил построить дом, я увидел границы существующего на текущий момент раннего доступа в игре. То есть мне оставалось пройти примерно еще пару квестов и игра бы обрубилась. Но увидел я это примерно через 6 часов прохождения. То есть стартовая локация «Торжок» создана добротно, и из нее не хотелось уходить, пока не выполнишь все квесты, и только необходимость продвигаться дальше по сюжету толкнула меня в этот невидимый тупик. Было безумно обидно видеть эту надпись, знаете ли. Я вообще-то здесь играю. Если кто-то из вас когда-то играл в замечательную ролевую игру Dungeon & Dragons, он сможет понять это ощущение, когда мастер говорит, а на этом наша сегодняшняя игра подходит к концу. Вздох разочарования, ведь так хотелось продолжить играть дальше. Вот тут я испытал то же самое. Я хотел продолжить путешествовать по этому миру, проходить квесты, вслушиваться великолепный дубляж мастеров своего дела, встречать новые отсылки и в конце концов стать витязем, царем, героем. Но увы, это ранний доступ, так что я никогда не узнаю, чем бы все это закончилось. Стоп, еще как узнаю. Разработчик заявляет твердо и прямо, пока я жив, проект будет дорабатываться и полноценный релиз обязательно увидит свет. Разработчик активно работает над игрой, постоянно улучшая ее и открывая новые зоны. На мой взгляд, это вложение достойней русов против ящеров, и проект вышел не ради смеха, а как действительно интересная игра. Такой проект стоит поддержать. Да и цена в настоящий момент смехотворная, 300 рубликов. А дальше планируется еще и повышение цен, так что хватать нужно прямо сейчас. Кстати, в преддверии выпуска этого видео я решил посмотреть, успел ли кто-то сделать еще обзор на эту игру. И да, тут есть чел, который обвиняет игру в копировании всего и вся из Готики и Ведьмака. Типа разработчик кретин не может придумать ничего своего, никакого собственного стиля, просто копирование чужих успехов. Знаете, что у него на превьюшке? Папич.